Всем привет! Вы на канале CityLink, с вами Гарри. И сегодня у нас супер полезное видео. Вот скажите мне, что бывает, когда вам нужно выбрать телевизор? Да просто глаза разбегаются. Перед вами предстают много различных вариантов. Может быть даже слишком много. Это словно какой-то другой мир, состоящий из телевизоров. И согласитесь, не всегда бывает легко понять, какой же телевизор лучше. Что ж, в этом видео мы с вами посмотрим на лучшие 4К телевизоры сегодня на рынке диагональю 43 дюйма. Вы спросите, почему именно 43 дюйма? Да потому что телевизоры с такой диагональю стоят приемлемых денег, не занимают много места, а значит подходят для большинства пользователей. Мы будем основывать свой выбор на качестве картинки, на функциях Smart TV, на дизайне, на том вообще, кому они подходят и какая между ними разница. Пройдемся по всем ценовым категориям от DIGMA и Xiaomi до LG с Samsung. И как обычно, народ, все ссылки на модели из выпуска будут в описании. Приступаем. Итак, в категории до 16 тысяч рублей обратите внимание на модель от DIGMA. Мое первое знакомство с брендом DIGMA началось с электронной книжки, теперь телевизор. И знаете, что у них общего? Идеальное соотношение цены и качества. Это честные 4К, полтора гигабайта оперативной и 8 гигабайт постоянной памяти за 16 тысяч рублей. А еще тут встроенная оболочка на базе Android 9 и Wi-Fi. Этернет тоже есть, с ним 4К смотреть подручнее, потому что скорость выше. О панели. Это у нас LED с разрешением, как вы уже знаете, 4К на 43 дюйма. Картинка очень насыщенная. Для просмотра развлекательного контента самое то. Но если вы любите максимально реалистичные цвета, то вам не суда. Частота обновления у телевизора 60 Гц. Она влияет на плавность изображения и такой показатель более чем подходит для типового использования. О телевизорах с более высокой частотой обновления мы поговорим чуть позже. О производительности. 4К ролики в приложении YouTube идут на ура. Учитывая цену, это впечатляет. Я их запускал по Wi-Fi, но если у вас слабый и нестабильный интернет, проводите к телеку Ethernet кабель. Если кто вдруг не в курсе, видео 4К весит намного больше, чем HD 1080p, а потому при слабом интернете будет зависать. В браузере ситуация уже не такая радужная. Те же фильмы онлайн подвисают и даже вылетают. Однако, если смотреть через приложение YouTube по HDMI или с USB носителей, то абсолютно никаких проблем. К динамикам. Звук громкий, но не очень чистый. При громкости свыше где-то 60% слушать уже невозможно. Однако отметим, что все же для своей цены звучит прилично. Рассмотрим внимательнее встроенную оболочку. На главном экране мы видим несколько вкладок. Независимое от вашего провайдера интернет-телевидение. Музыка из нескольких источников, как с интернета, так и с USB. Видео. Здесь отображаются видеофайлы на самом телевизоре, но также можно зайти на свой Яндекс.Диск, YouTube или в локальную сеть. Фильмы. Здесь подгружаются фильмы с онлайн кинотеатров Megago и Eevee. Фото с внутреннего накопителя или с внешних источников. И, наконец, приложение. Есть несколько предустановленных, а дополнительные устанавливаются из Google Play и фирменного магазина приложений. Для справки он так и называется. В целом интерфейс не самый быстрый. То есть есть некая задержка между тем, как вы нажмете кнопку на пульте и реакцией на телевизоре. Здесь нужно чуточку терпения. В ходе работы телевизор нагревается чуть выше комнатной температуры, имейте это в виду. По внешнему виду все хорошо. Симметричные черные рамки придают телевизору целостный и солидный вид. Сам корпус сделан из черного матового пластика. Кабель питания довольно короткий, ножки простые и на первый взгляд хлипкие. Но телевизор на них стоит весьма уверенно. Разъемы расположены грамотно. Часть из них справа, а часть снизу. Ничего не будет мешать кронштейну, если вы захотите повесить телевизор на стену. Справа у нас три порта HDMI, два USB, разъем для наушников и разъем CL+. Снизу Ethernet порт для проводного подключения к интернету, разъем DSAP или по-другому VGA на всякий случай, антенные входы и оптический разъем SPDIF. Итак, главное, что вы получите с этим телевизором, это уверенный 4K и яркие цвета с высокой детализацией. Хоть и не самый оптимизированный здесь смарт, но со своими функциями он справляется. Можно было бы добавить оперативной памяти, но это бы уже сказалось на цене. Она здесь очень низкая, поэтому мы и видим не самый быстрый отклик, но зато настоящее разрешение 4K. Всего за 16 тысяч. Дальше, смотрим на модель от Xiaomi, здесь снова 4K, но уже с технологией HDR. С ее помощью появляются детали на очень светлых и темных участках изображения. По памяти все похоже на предыдущую модель, это 2 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной. Сам телевизор внешне не сильно отличается от остальных. Небольшие рамки, пластиковые ножки, встроенный кабель питания. А вот пульт, это другое дело. Он выполнен в фирменном стиле Xiaomi и его не спутаешь ни с каким другим. Мне прям очень нравится, как выглядит этот пульт, минимум кнопок. Сравните его с пультом от DIGMA. У Xiaomi, кстати, в пульте есть микрофон, так что он помогает телевизору с голосовым управлением. И еще важный момент. Пульт подключается к телевизору через Bluetooth. То есть фактически вам не нужно целиться в телевизор, бить пульт об колено, чтобы сделать погромче. То есть пульт и телевизор они видят друг друга из любой точки комнаты, независимо от того, куда вы направляете сам пульт. Интерфейс системы, к слову, очень отзывчивый и шустрый. Это то, что сразу ощущаешь при включении телевизора. В целом оболочка симпатичная, сюда ставится любой софт. Порой действительно кажется, что ты пользуешься планшетом, а не телевизором. Я считаю это важно, потому что телевизор это визуальный опыт сверху донизу. Чтобы вы наслаждались просмотром, все должно выглядеть хорошо и понятно. И для этого оказывается совсем не обязательно на пульте иметь миллиард кнопок. При первом включении вы увидите стоковый лаунчер Android TV, список избранных приложений и их виджеты ниже. Но есть и второй лаунчер Patchwall от Xiaomi. У него более лаконичный интерфейс и мне он нравится больше. При желании Patchwall можно настроить лаунчером по умолчанию и забыть про невзрачный лаунчер Android TV. Здесь у нас сначала идут фильмы из нескольких онлайн кинотеатров, в том числе Кинопоиск, ОКО и другие. Ниже можно выбрать источник картинки, дальше список приложений и дальше еще фильмы с онлайн кинотеатров, отсортированные по различным категориям. Три порта HDMI и два USB находятся на задней части телевизора и направлены в бок. Здесь же разъем CL Plus и 3,5 мм. Снизу порт Ethernet, оптический разъем и входы для антенны. Касательно самого изображения. Мы получаем очень достойные цвета и контраст. Приличный черный цвет. В сравнении с более дешевой моделью от DIGMA разница значительна. На Xiaomi Mi TV 4S цвет более глубокий и выразительный. Тормозов при просмотре 4К роликов на YouTube мною замечено не было, как впрочем и из других источников. Он работает великолепно, без малейших зависаний и вылетов. Смотреть 4К на этом экране одно удовольствие. Настройки картинки довольно скромные. Есть немного пресетов и пользовательский эквалайзер. Вы можете подключить телевизор ко всему, что вам нужно с помощью Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth версия 4.2. Кроме того, он легко подключается к Google Assistant и имеет встроенный Chromecast. Chromecast запускает контент с прочих устройств. Например, смартфонов на iOS или Android. Вы заходите в приложение YouTube на смартфоне, выбираете видео и отдаете приказ запустить его на телевизоре. Телек принимает команду и запускает видео. Так просто это и работает. Еще раз хочу обратить внимание на этот замечательный пульт. Ведь благодаря встроенному в него микрофону и Bluetooth соединению с телевизором, у нас появляется киллер фича голосового помощника. Все, что нам нужно, это нажать кнопку и сказать то, что вы ищете. Ну, например, давайте попробуем. Найди обзор Galaxy A51 на канале CityLink. Ждем буквально пару секунд. И результат на экране. Жмем и наслаждаемся тем, что искали. Кстати, многие говорят, что пульт громко кликает. И на самом деле действительно громко, но на мой взгляд вполне терпимо. То есть вряд ли вы им разбудите соседей. К слову, у меня изначально в приложении YouTube идет рассинхрон звука с картинкой. И я пока не разобрался, как это исправить. Возможно, с обновлением системы или самого приложения YouTube это пройдет. Потому что в других источниках такой проблемы я не обнаружил. А это значит, что скорее всего проблема именно в приложении YouTube. В целом, Mi TV4S это безусловно хороший телевизор. За свою цену он предлагает отличную картинку, 4K HDR, быстрый интерфейс и прикольный пульт. То, как мы смотрим видео, постепенно меняется. И эта модель отражает это с акцентом на смарт-функции и онлайн-видео. Прекрасная модель с отличной ценой. Идем дальше. Модель от LG 43UK6200 немножко дороже, чем Mi TV4S. И сразу давайте попробуем понять, почему. Дизайн довольно прост, ножки из пластика, ничего необычного. Порты расположены сзади, часть из них смотрит вбок, но большинство прямо. Пройдемся по их количеству. Три порта HDMI, два USB, Ethernet, оптика, CL+, антенна. Все на месте, все стандартно. Беспроводная связь также поддерживается, а именно Wi-Fi и Bluetooth. Панель IPS с LED-подсветкой, частота обновления 60 Гц. О картинке LG 6200 совместим с форматами HDR10 и HLG. На ярких сценах можно заметить тени по углам экрана, получается эффект виньетки. Но это я придираюсь, при просмотре кино заметить виньетку сложно. Куда проще заметить серый оттенок в черном цвете. Такой эффект обусловлен LED-панелью и заметен только в темноте. Если подвести итог по картинке, она отличная за свою цену. Встроенные динамики весьма неплохие, у них высокая громкость и в них больше объема. И в общем звук более качественный, чем в конкуренте от Xiaomi. Но если вы сидите не близко к телевизору, без внешней акустики не обойтись. Теперь пару слов о софте. Здесь прекрасный интерфейс Smart TV WebOS. Мне он очень нравится. Аккуратное меню в виде красивой ленты, встроенный магазин приложений. По умолчанию тут предустановлены кинотеатры Okko, Eevee, Кинопоиск, Netflix и другие. А на пульте есть даже выделенная кнопка для Eevee. Телевизор поддерживает голосовой поиск помощью помощника ThinQ AI. Но в комплектном пульте нет микрофона. Поэтому, если вы хотите поговорить с телевизором, то нужно будет купить пульт LG Magic Remote. Что мы получаем по итогу? Это все еще отличный телевизор, благодаря очень качественному 4К. Здесь есть практически все, что ждешь от Smart TV. К сожалению, у пульта нет микрофона. Но если это вам не важно, то никаких проблем. Пожалуй, переплатить пару тысяч относительно митовой 4S стоит в том случае, если вам нужна чуть более естественная картинка с обширными настройками и более глубокий звук. Смарт на LG не такой быстрый, как у Xiaomi. Но в остальном, по функционалу и по соотношению цена-качество, это очень похожие телевизоры. Но мы перемещаемся к самой дорогой модели из сегодняшних. Это Samsung 7143 дюйма. Но как вы думали, я был бы не я, если бы в топе не было Samsung. И первое, на что мы обращаем внимание, это дизайн. Эти небольшие рамки придают телевизору футуристичный внешний вид. А если мы повесим его на стену, то зазор между телевизором и стеной будет минимальным. Еще плюс в том, что кабель питания, да и все порты располагаются сбоку. Так что они не будут ничему мешать. Набор портов стандартный. Два HDMI, один USB, Ethernet, оптика и антенна. Кроме этого, имеется в комплекте адаптер карты CL, который подключается вот здесь сзади. И также есть адаптер антенны, который предназначен для защиты от перегрузки. У Samsung 7100 потрясающее качество изображения. Если сравнить с картинкой от LG 6200, то на мой взгляд мы получаем более естественную цветопередачу, плюс изображение кажется немного четче. В отличие от предыдущих моделей, здесь имеется поддержка HDR10+, благодаря чему мы получаем еще больше деталей в тенях и светлых участках. Кроме того, здесь самая большая частота обновления экрана среди моделей из сегодняшней подборки 100 Гц. Анимация на таком телевизоре выглядит в разы плавнее, чем на обычных 60 Гц. Сложность в том, что фильмы и сериалы также должны быть сняты с большой частотой кадров. Если там обычные 24 кадра в секунду, то особой плавности, разумеется, не ждите. С играми проще. Если ваша приставка или подключенный ПК тянут игры с 60 кадрами в секунду и более, картинка будет очень плавной. Не наглядитесь. Возвращаемся к умному ТВ. Как и положено, это умный телевизор, который позволяет подключаться к интернету и просматривать онлайн контент. Системная оболочка Tizen. Есть встроенный магазин приложений и предустановленные кинотеатры. Netflix, Oco, Eevee, Apple TV, Кинопоиск. Можно без провода передать картинку с компьютера или ноутбука на телевизор. В случае с Windows 8.1 или 10 используйте функцию «Передавать на экран» в панели уведомлений, а с компьютерами Mac работает AirPlay. Еще через технологию USB-Хит подключается мышка и клавиатура. Экран мобильных устройств тоже выводится на телек. Для Android используется Chromecast, а с iOS AirPlay. А если у вас телефон Samsung, то все упрощается еще больше. Достаточно им коснуться рамки телевизора и вуаля, теперь он отображается на экране телевизора. Качество, конечно, не идеальное, но это потому, что беспроводное подключение. И еще момент, эту фишку нужно активировать в мобильном приложении. Об умном доме. Есть совместимость с Google Assistant, что еще больше упрощает взаимодействие с телевизором. Причем вы можете управлять телевизором, другими умными устройствами в доме и даже получать от них уведомления на экране. Но в пульте, к сожалению, нет голосового управления. В этом смысле у Mi TV4S, ну просто нет равных. И напоследок поговорим о звуке. Тут встроены два динамика по 10 Вт. Если сидеть близко к телевизору, то их хватает. В ином случае рекомендую дополнительный саундбар. Если сравнивать с телевизором от LG, качество звука у них очень похоже. Так почему этот телевизор стоит больше остальных? Прежде всего, из-за крутого дизайна. Еще тут просто лучшая картинка с включенным HDR10+, и частота 100 Гц, а также расширенная поддержка устройств. В итоге, народ, у нас есть самая доступная модель с полноценными 4K от DIGMA. Два середнячка от LG и Xiaomi, находящиеся примерно на одном уровне. У LG получше картинка, а у Xiaomi прекрасный пульт и система. Ну и Samsung, ультимативное решение для максималистов с продуманным дизайном, большим набором функций, поразительно четким изображением 4K с поддержкой HDR10+. Надеюсь, теперь вам будет легче сделать свой выбор. Друзья, если вам ролик понравился, поставьте лайк. Если вы на канале новенький, обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ведь каждый день мы стараемся держать вас в курсе самых лучших продуктов на рынке. Так что, если хотите быть в теме, вы знаете, что делать. Также напоминаю, что все ссылки на сегодняшние телевизоры есть в описании. С вами был Гарри. Хороших покупок. Всем пока.